Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 12. Тема лекции. Нормативные документы. Государственная обязательность стандарт специальности. Образовательная программа как основа учебного процесса. План лекции. По строению учебных планов. Такие как научности. Связи теории с практикой. Политехнические доступности. Принцип преемственности в содержании образования. Таким образом нормативные документы определяющие содержание образования это государственный общеобразовательный стандарт дошкольного воспитания и обучения. Государственный общеобразовательный стандарт среднего образования, начального, основного, среднего, общего среднего образования. Государственный общеобразовательный стандарт технического и профессионального образования, послесреднего образования, стандарт высшего образования и стандарт послевозовского образования. Учебный план – это нормативный документ, который составляет высшее учебное заведение на основании образовательно-профессиональной программы и структурно-логической схемы подготовки. В нем представлены перечень и объем нормативных и выработки учебных дисциплин, последовательность их изучения, конкретные формы проведения учебных занятий, лекции, лабораторных, практических, семинарских, индивидуальных занятий, консультации, учебных практик и их объем, график учебного процесса. В учебном плане указано и время, отведенное на самостоятельную работу. Учебный план разрабатывает на весь период реализации соответствующей образовательно-профессиональной программы и утверждает руководители высшего учебного заведения. В нем реализованы цели и задачи воспитания будущего специалиста, основные принципы отбора научной информации, ее систематизации с учетом межпредметных связей и логики изложения материала. Здесь находят свое воплощение идеи развития личности на основе органического сочетания общего политехнического и профессионального образования, соединения обучения с производительным трудом, развития творческого мышления и познавательной активности студентов, их самостоятельности, приобретение знаний, связи теоретической и практической подготовки, преемственности с другими типами учебных заведений. Типовые учебные планы – это инвариантный компонент типового учебного плана. Вариативный компонент типового учебного плана есть, учебный план, обязательный учебный программ и вариативный учебный программ. Типовая учебная программа – это общее и среднее образование, осуществляется на основе профильного обучения по двум направлениям – общественно-гуманитарным и естественно-математическим. В целях реализации дифференцированного обучения и удовлетворения познавательной потребности обучающихся в рамках двух направлений вводится профилизация обучения по смежным, то есть родственным предметам, согласно типовому учебному плану – ТОЛИТУ, для углубленного изучения отдельных предметов. Что касается научно-обоснованных принципов построения учебных планов – это принцип научности, связи теории с практикой, политехнический принцип, принцип доступности, принцип преемственности содержания. Научно-обоснованные принципы построения учебных планов разрабатывают на разных уровнях профессиональной подготовки кадров. Обобщая опыт таких исследований, можно определить независимо от их квалификации и профиля следующие основные принципы построения учебных планов, подготовки специалистов, а именно – гуманистического направления, ориентированного на удовлетворение образовательных запросов личности, воспитания, высоконравственных, общечеловеческих качеств будущего специалиста. Принцип научности предполагает соответствующее получение образования до уровня перспектив развития науки, формирование студента научного мировоззрения на основе правильных представлений об общей и специальных цели научного познания, усвоение основных закономерностей процесса познания с позиции диалектического материализма. Систематичности и последовательности требует размещать учебные дисциплины с учетом логики изучаемой научной системы знаний и закономерности развития научных понятий сознания студентов. Доступности, учитывающие уровень подготовки студентов, единство обучения и воспитания и развития, которые предусматривают неразрывную связь обучения с формированием мировоззренческих, поведенческих и творческих качеств личности каждого студента. Принцип гуманитаризации предусматривает привлечение к содержанию всех учебных курсов, не только гуманитарных и естественно-математических, технических, производственно-технологических сведений, о роли и месте в социальном, экономическом, научно-техническом прогрессе и о ответственности за будущее цивилизации и духовных сокровищ. Принцип связи теории с практикой При базовой роли теории, которая предусматривает необходимость подведения студентов к пониманию значения теории в жизни, практики к производственному труду, развитию их способностей и умелого применения условия знаний, умений и навыков для решения задач практического и производственного характера. Принцип политехнический предполагает целостность общей политехнического и профессионально-политехнического образования и обеспечивает профессиональную мобильность специалиста, его способность ориентироваться в системе общественного производства в кратчайшие сроки адаптации к изменениям и содержаниям труда. Принцип профессиональной направленности предусматривает общую ориентацию всех изучаемых дисциплин на окончательные результаты обучения студента, связанные с приобретением конкретной специальности, стабильности и динамичности, которые предусматривают наличие стабильной базовой части изучения учебных предметов, динамической социальной части, изменяемой с учетом требований производства подготовки специалиста. Принцип унификации и дифференциации обусловлен объективными особенностями и закономерностями характера содержания труда специалистов этого профиля и квалификации и учета индивидуальных особенностей студентов. Принцип преемственности содержания образования, а также с различными видами неформального образования и самообразования, информационно-технологичной обучения, ориентированной на применение в образовательном процессе, педагогически оправданных средств информационной и компьютерной техники, персональных и компьютер-информационных банков данных знаний, компьютерных экспертных систем и т.д. Характерной чертой нового поколения учебных планов системы обучения в УЗИ является создание условий, способствующих самоактуализации, самореализации личности. Эта возможность оказывается гибкостью системы обучения, признанной обеспечить учет индивидуальных познавательных особенностей студентов, их интересы и предпочтения одобрения. Реализация этой идеи проявляется в блочном построении учебных планов с большим выбором электривных курсов, рейтинговой системной оценки знаний, количественной системы зачетных единиц, широким спектром возможностей для самостоятельной углубленной профессиональной специализации, создания возможностей применения открытых систем обучения, позволяющих организовывать обучение студентов по индивидуальным программам. Итак, вопросы для закрепления. Что представляет собой государственный обязательный стандарт специальностей? В чем основа организации образовательной программы учебного процесса? Какие есть научно обоснованные принципы построения? Литература. Литература. Кунанбаева. Теории практики современного иноязычного образования. The Modernization of Foreign Language Education. Также современное иноязычное образование, методологии и теории. Государственный общий образовательный стандарт среднего образования, научно-начального, среднего, основного, общего среднего образования. Программа. Должение следует. В эдонер MARK. Редактор субтитров А.